Жители Алтайского края больше не будут накапливать долги и переплачивать по кредитам. С января этого года начали работать новые правила. Что это за нормы закона? Можно ли отказаться от страховки при получении кредита? Правда ли, что кредитный договор разрешается брать домой на пять дней перед тем, как его подписать? Об этом мы не только поговорим в студии заместителем управляющего отделения Барнаулбанка России Игорем Князевым. Добрый день. Здравствуйте. Вот я сказала в начале, что людям теперь не придется накапливать долги, то есть долговой ямы можно избежать. Как это стало возможно? Да, хочу пояснить по изменениям, которые вступили в силу с 1 января этого года. Сейчас сумма начисленных процентов, а также пени, штрафы, неустойки по кредитам и займам не должны превышать в полтора раза сумму основного долга. Чтобы было понятно, поясню на примере, вы берете займ или кредит в сумме 10 тысяч рублей, и вот начисленные проценты, штрафы, пени, неустойки, которые вам будут прислуживать, не должны превышать 15 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма вместе с основным долгом составляет 25 тысяч рублей. По достижению вот такого предела начисления прекращаются просто-напросто. Это нововведение касается только кредитов, которые займов сегодня берем или, в принципе, на предыдущие тоже распространяется? Нет, это нововведение касается только кредитов и займов, выданных с 1 января 2020 года. Все понятно. А вообще у нас много ли жителей края берут кредиты? Много ли долгов по кредитам? Ну, понятия много, это относительное понятие. Ну, может быть, в сравнении с какими-то годами. Если рассматривать общую задолженность жителей края, то у нас получается кредитный портфель весь составляет порядка 200 миллиардов рублей. Объемы выдач в 2019 году превосходили объемы выданных кредитов. В 2018 году где-то на 15% составили 170 миллиардов рублей. Ну, пусть вас не пугает эта сумма 200 миллиардов рублей. Это общая сумма задолженности, которая включает в себя и текущую задолженность, и просроченную. Так вот, доля просроченной задолженности у нас снизилась по сравнению с 2018 годом. Она сейчас составляет 4%, а в 2018 году была бы 6%. Таким образом, мы видим при сохранении темпов роста кредитного портфеля объем просроченной задолженности уменьшается. Ну, вот зачастую потребители попадают в нехорошие ситуации с долгами, потому что неправильно читают, возможно, договоры. Надо понимать, что такое кредит, что такое займ. Кредиты выдают кредитные организации, займы это микрофинансовые организации. Давайте тогда объясним, чем это все отличается. Ну, хорошо, вкратце объясню. Кредитные организации выдают долгосрочные кредиты, могут и тротки, но они тщательно изучают своего заемщика, изучают его финансовое состояние, долго готовятся документы. Вот. Микрофинансовые организации отличаются чем? Они зачастую быстро выдают кредиты на небольшие сроки, небольшие суммы. И, соответственно, документы требуют от заемщика в гораздо меньшем объеме. То есть суть микрофинансирования – это экспресс-займы, небольшие суммы на короткий срок. Вот если вы вовремя гасите свой займ, у вас не возникнет проблем. Конечно, в основном проблемы возникают, когда человек перестает платить, и там начинаются штрафные санкции. И там проценты, к тому же, гораздо выше, чем в банках. Ну, сейчас, кстати, процентная ставка ограничена, что по займу, что по кредиту. Не более 1% в день. А вот вы уже говорили, я, в принципе, знаю, что банки рассчитывают показатели долговой нагрузки на заемщика. Ну, то есть интересуются, есть ли еще какие-то кредиты, какая у тебя заработная плата, и, в принципе, тяжело ли будет выплачивать очередной кредит. Делают ли это микрофинансовые организации? Вы уже сказали, что нет, но а почему? Ну, прежде всего, здесь деятельность микрофинансовых организаций, она и рассчитана на то, чтобы быстро выдать кредит. На самом деле, конечно, тут заемщик сам должен осознавать этот момент. То есть, если сумма ежемесячных доходов, которые направляются на погашение долга, больше 50%, то тогда стоит уже задуматься, и организации могут не выдать кредит. Рекомендуемый процент доходов, направляемый на погашение долга, как правило, не должен превышать 30%. Вот. Вот часто мы сейчас про банки говорим, да, когда выдают какие-то достаточно крупные кредиты, предлагают страховку, и не то, что предлагают, а настойчиво навязывают, от нее невозможно отказаться. А есть ли возможность отказаться от страховки? Потому что оно порой очень значительное по сумме. Ну, надо смотреть от вида кредита. Существуют виды кредита, которые, в принципе, без страховки не обходятся. Какие? Как ипотека. Здесь объект должен быть застрахован. Предположим, потребительский. Вот. Говоря о потребительских кредитах, вы можете в течение двух недель отказаться от страховки. Вот. Но здесь надо понимать, что тогда банки могут повысить процентную ставку. И вот в этом случае вам, как потребителю, необходимо либо самому, либо попросить сотрудника рассчитать сумму доходов, которые вы направите на погашение долга в случае со страховкой и в случае без страховки. И самому уже определяться, как вам выгоднее. Вот. По страховке, что хотелось бы отметить? Значит, с 1 сентября у нас планируется нововведение. С 1 сентября в случае досрочного погашения долга часть страховой суммы будет выплачиваться заемщику. Вот. И еще можно будет отказаться от коллективной страховки. А можно ли каким-то образом повлиять на дату погашения кредита? Потому что раньше такая услуга была, к сожалению, сейчас вот в день, как ты получил кредит, вот, в общем-то, в этот день он должен рассчитываться. А у человека зарплата через две недели только? Ну, должен же... Когда заключается договор, там прописывается график, да? Тут уже, извините, вы как сторона договора должны сами определять, удобный вам такой график или нет. И соглашаться на условия договора, либо нет. Зачастую, конечно, когда подходит срок, банки уже автоматически либо выносят вас на просроченную задолженность, вашу задолженность, если вы просрочили погашение кредита, либо если вы погасили, то вовремя. Ну, вот знаю, что в Алтайском крае были случаи, когда человек взял незначительную сумму и лишился квартиры. Расскажите об этом, и можно ли подобное избежать? Да, к сожалению, такие случаи были, задриться, конечно, нельзя. Но здесь мы имеем дело с недобросовестными кредиторами, либо с нелегальными кредиторами. Зачастую вместо кредитного договора они предлагали подписать гражданину договор купли-продажи квартиры. Вот, он подписывал, и, соответственно, собственность его переходила в другие руки. Что хочется отметить? Во-первых, никогда не подписывайте договор купли-продажи квартиры. Вот, никогда. Второе, значит, сейчас микрофинансовым организациям запрещено выдавать займы под залогы жилья. Это граждане тоже должны осознавать и использовать это. То есть, получается, просто они сами по незнанию попадают в руки мошенников? Чаще всего, ну, так как кредитный договор, вернее, договор купли-продажи подписан, они выразили свое желание, волеизъявление показали, то тут судам тяжело, конечно, определять. То есть, получается, все же не в пользу заемщика решается вопрос? Суды самостоятельно рассматривают. Ну, все же жизнь складывается таким образом, что хотелось бы отказаться от кредитов совсем, но порой без них никуда. Да. Множество банков, множество, кажется, привлекательных предложений. Как выбрать правильный? Очень хороший вопрос, спасибо. Значит, кредит и займ – это, на самом деле, достаточно полезный инструмент финансовым, которым выгодно пользоваться, если умеешь им пользоваться. Что хочется порекомендовать? Во-первых, необходимо определиться, какой вид кредита или займа тебе нужен, необходимый. Об этом мы уже говорили, чем займ отличается от кредита. Во-вторых, внимательно изучить рынок, который у нас сейчас имеется. Какие организации, какие продукты предлагают. Ну, на что обращать внимание? Обращать внимание, правильно. Когда вы определите с той организацией, которая вас вроде бы как устраивала, вот такие кредиты мне выдают, прежде всего проверить ее на легальность надо. Легально это организация или нет? Это очень просто сделать, зайдя на сайт Банка России. Там они все у нас легально имеются. Во-вторых, уже проверив на легальность, вы должны прийти в эту организацию и тщательно изучить тот договор, который вас интересует. Тщательно в отделении банка? Вы можете его забрать даже домой. Можно. Законом установлен срок до пяти рабочих дней. Вы его тщательно изучаете, советуетесь. Если он вас устраивает, тогда, пожалуйста, подписывайте. Еще раз хочу сказать, что договор должен предусматривать полную стоимость кредита или займа. Она у нас на первой странице выражается либо в процентах, либо в абсолютной сумме и включает в себя как сумму долга, так и сумму всех комиссий, сумму страховки в том числе и тому подобное. Все платежи, которые вы должны выплатить за этот срок. Ну и еще раз скажу, гасите вовремя. Вот самый большой вопрос – гасите вовремя. Старайтесь, старайтесь, если у вас есть возможность, гасите вовремя. В противном случае человек попадает в черный список, и ему в следующий раз, предположим, кредит не дадут, если очень понадобится. Понятие черный список нет. У нас вся информация, касаемая выдаванных займов и кредитов, подается в бюро кредитных историй, как вы знаете. Там она накапливается, эта информация могут пользоваться все заинтересованные стороны, я имею в виду все кредитные и некредитные финансовые организации, изучая историю конкретного заемщика. И если, конечно, они видят, что у вас там огромные долги или задолженность, они могут вам и отказать. А как долго эта история хранится? Можно ли на нее повлиять? Ты изменился, ты стал другим человеком. А другим человеком тогда, вы знаете, что у вас плохая кредитная история, но тогда вы сами, кузнец своего счастья, так сказать, и формируете новую кредитную историю, положительную кредитную историю. То есть берете займы, пользуетесь, продолжаете пользоваться, но гасите. И, конечно, когда кредитная организация смотрит, что если в какой-то период ранее вы там были плохим заемщиком, но уже там на протяжении нескольких лет или даже нескольких месяцев регулярно гасите долги. То есть это свидетельствует и характеризует вас с положительной же стороны. Поэтому вот таким образом можно перестроить и полностью, как говорится, смыть себя нехорошую репутацию. Спасибо за этот подробный, интересный и нужный, что важно, разговор. Спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию. Спасибо. 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 Спасибо.